Верните автобус. Люди, проживающие в одном из поселков нашего города, остались без общественного транспорта. Дети пропускают занятия в школе, женщины не могут посещать больницы, а пожилые люди пытаются добиться правды. Причиной отмены маршрута стало ужасно состояние дороги, которую власти пока только обещают отремонтировать. Ирина Вовещевич разбиралась в проблеме. Мы с сестрой вместе ходим, но нам бывает страшно, когда по одному ходим. А раньше как вы добирались? На 49-м. А было, что вы в школу не ходили вот из-за этого? Да. Сколько дней не ходила? Два, три, четыре дня. Эти ученики сейчас собрались на занятия, потому что из-за пропусков возникают проблемы в школе. Наглаженные в начищенных ботинках и белых колготках мать отправляет своих детей на занятия. Вернуться они в совсем другом состоянии. Но не это боятся родители, а того, что детям приходится пешком около трех километров идти по оживленной объездной дороге. Все они живут в поселке напротив шахты Костенко. Поселок хоть и небольшой, всего в 13 домов, но народу здесь много. В каждом доме по трое-четверо детей. Вот сейчас вот с ребенком идти, как идти, во-первых, по такой пыли, и как идти до Пархоменко с ребенком? Я не знаю. А такси каждый день ловить, это тоже средства таких, нужно иметь такие средства. Я, например, мать-одиночка двоих детей, и я не могу каждый раз ловить такси, чтобы ребенка отправить в школу. Я и на работу попасть не могу. По этой дороге раньше ходил 49-й автобус, но в прошлом году число маршрутов резко сократили. А сейчас и вовсе решили, что сюда не обязательно посылать общественный транспорт. Этот год, который дети учатся, вот так вот мы мучаемся. А полностью автобус убрали уже почти две недели как. 49-й маршрут они убрали, потому что сказали, у нас дорога плохая, дороги сделают, тогда мы дадим вам автобус. Пятый автопарк отказался убивать свои автобусы по здешней дороге. Она и раньше была в ужасном состоянии, но сейчас ее просто нет. В прошлом году отремонтировали 15-ю магистраль и запретили ездить там большегрузом. Камазистов направили мимо шахты Костенко и этого поселка. Интенсивное движение тяжелых машин сделало свое дело и дороги не стало. Дорогу убили. Теперь вообще 49-й не ездит. Ну можно же ему ездить вот так. Вот этот промежуток попросили. Звонили в Акимат транспортный, нам сказали подождите. Ждем, уже вот неделя пошла, никакого сдвига, ничего нет. Нам осталось только обратиться сейчас в нашу чеченскую диаспору, где идет ущемление нации получается, и обратиться к самому Назарбаеву, который нашел Стан Абишевич, который должен помочь. Люди остались один на один со своей проблемой. Списки телефонов ежедневно обзваниваются жителями. Но ответа нет. Каждый норовит переадресовать проблему другому, а другой третьему. С этим же столкнулись и мы в попытке получить комментарий в Акимате города. Администрации или действительно проблема незнакома, либо они не хотят ничего слышать, переадресовывая нас из кабинета в кабинет. Если вы от Пришахтинска до города доедете, вы сами без наших слов убедитесь, каково состояние дороги. А пешком ходить 3 километра вот с детьми, сами понимаете, мы с 1944 года здесь живем. Мы являемся казахстанцами. Правильно? Что нам делать?